Здравствуйте, с вами Татьяна Кролл. Продолжаю серию выпусков по теме политика национального примирения. В предыдущих роликах мы уже касались темы о том, почему для подписания мирных соглашений выбирается третья сторона. В этом видео я, отталкиваясь от беседы с Эдуардом Абрусевичем Шварнадзе, бывшим министром иностранных дел СССР, а впоследствии президентом Грузии, затронул вопрос о том, первое, как новый лидер Горбачев, придя к власти в 1985 году, осмелился взять на себя официально признание ответственности за действия прежнего руководства СССР, которое так и не смогло или не успело завершить войну в Афганистане, начатую ими 6 лет назад. И второе, почему каждый раз отодвигались переговоры по примирению. Да, прежде чем перейти к женевским переговорам, в то время как на афганской земле лилась кровь, умножая советские и афганские потери, был долгий и сложный период подготовки, многоступенчатый. Он затрагивал множество вопросов, включая прекращение огня, установление мира, возвращение беженцев, установление нейтралитета Афганистана. И вроде бы решение уже было принято, но его реализация затянулась. Все неудачи в этих переговорах и постоянные отсрочки объяснялись несколькими ключевыми проблемами. Первое. Сложность политической обстановки, поскольку в конфликте участвовало множество сторон, включая различные афганские группы, советские войска, Пакистан, Иран и других внешних игроков, это делало соглашение о единой политике примирения по любому вопросу крайне сложным. Далее. Отсутствие доверия между сторонами афганским правительством, мятежниками, маджахедами, СССР, Пакистаном, оно создавало серьезные препятствия для достижения долгосрочного соглашения. Третье. Разногласия по ключевым вопросам. И они были значительными, особенно о будущем политическом строе Афганистана, а также о роли внешних игроков, участников переговоров и об условиях возвращения беженцев. Четвертое. Непрерывные военные действия. Несмотря на переговоры, в Афганистане продолжались военные действия, которые усугубляли политическую обстановку и осложняли достижение долгосрочного соглашения. И только почти через три года после проявления инициативы в 1988 году были подписаны женевские соглашения, которые предусматривали вывод советских войск из Афганистана. Да, Михаил Сергеевич Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС, проявлял попытки модернизировать советскую экономику, политическую систему через свою политику перестройки и гласности. Но в отношении войны в Афганистане его решения не раз менялись. По ряду причин. Во-первых, внутренние разногласия. Внутри Советского Союза были различные точки зрения относительно конфликта в Афганистане и его возможного завершения. Хотя общественность в большинстве своем поддерживала окончание войны, существовали некоторые группы и лица, которые высказывали противоположные мнения. Горбачев и его советники по-разному оценивали обстановку, что могло приводить к изменению их решений. В частности, некоторые высокопоставленные военные и политические деятели поддерживали продолжение войны. Они видели войну как необходимую для удержания СССР в своем геополитическом влиянии в регионе или как часть борьбы против империализма. Были и так называемые представители партийной ненавиатуры и идеологов, которые находили в Афганистане крепость социализма и место для распространения коммунистических идей. И, наконец, некоторые представители военной элиты поддерживали продолжение войны из-за собственных профессиональных или личных интересов. Во-вторых, что еще могло отодвигать и менять сроки и решения Горбачева? У Шеварнадзе и у других моих собеседников есть свои доводы и убеждения. А я пока поделюсь своими. Ситуация в Афганистане была динамичной и сложной. И решения Горбачева могли изменяться в ответ на новые обстоятельства, на поступающую информацию из театра военных действий. Ведь внутренняя обстановка в Афганистане постоянно менялась. Маджахеды продолжали сопротивление, а советская армия столкнулась с трудностями в ведении войны в тяжелых условиях. Параллельно нарастали антивоенные настроения в советском обществе. Война в Афганистане стала непопулярной среди советского населения, особенно с учетом растущего числа военных потерь. И это тоже могло заставить Горбачева искать пути для завершения войны. В то же время усиливалось международное осуждение. Западные страны, включая США и страны Европейского союза, осуждали вторжение СССР в Афганистан и оказывали давление на Горбачева, чтобы он прекратил военные действия и начал переговоры о мире. Далее, экономическая нагрузка, с которой столкнулась СССР в 1980-х годах, и она повлияла на решение Горбачева с учетом того, что произошел обвал нефтяного рынка. Всего за 4 месяца 1986 года цена нефти упала почти на 70% с приблизительно 32 долларов до 10 долларов за баррель. И, кстати, после кризиса 1985-1986 годов понадобилось почти 15 лет, чтобы цены вновь начали расти. Важно помнить, что любой лидер, даже самый сильный, должен балансировать между различными интересами и внутренними и внешними давлениями. Это может приводить к тому, что решения меняются в соответствии с изменившимися обстоятельствами. И об этом говорит Эдуард Амбросевич Шеварнадзе. Послушайте небольшой эпизод из долгого интервью. Оно еще нигде не звучало, поверьте. Вы услышите много интересного, а в следующих видео я поделюсь с вами нашим разговором с Леонидом Владимировичем Шеваршиным, начальником внешней разведки СССР. И чтобы не пропустить, нажимайте на колокольчик. И еще я буду вам благодарна за вашу подписку, за вашу активность. И если вы решите поддержать проект, реквизиты в описании. Это станет ценным вкладом в дальнейшее развитие и новые публикации нашего проекта. Спасибо. Я вам говорил, когда первый раз мы встретились с афганцами, эту встречу, это заседание вел именно Горбачев. Именно Горбачев говорил, что мы не будем оставлять наши войска в Афганистане. Мы вам все дадим, только воевать должны вы. Это его мнение, это его слова. Потом в самом Пальцбюро были серьезные противоречия. Первым, кто высказал отрицательное мнение в отношении вывода, это были военные. Устинова уже не было. По-моему, был уже язв. И военные говорили, что мы решаем эти задачи и будем решать до конца. Дойдем до конца. Примерно такое было. Хотя один из военных, один из заместителей министра вводил в состав этой комиссии по Афганистану, которую я возглавлял. И кто еще из значительных фигур? Членом комиссии был Кручков. Тогда он был первым заместителем, потом Чебрикова переместили в центральный Центральный комитет. Кручков стал председателем КГБ. И вот он стал членом этой комиссии. Между прочим, все взгляды, которые складывались у меня, со всеми этими взглядами Кручков соглашался. Ну, решение было за полетбюро. А полетбюро и Арбашов в том числе не хотели пойти против воли военных. Прошло уже 3-4 года после встречи в Москве. И никакого движения нет, люди гибнут. Я тогда настаивал и говорил Горбачеву, что пора решить вопрос с Афганистаном. Я уже говорил о телефонном разговоре с ним перед 17 съездом партии. Решение этого вопроса все же затянулось. Потому что шла ожесточенная война в стране. И так просто, по приказу наших военных, мы не могли так сказать, что мы оставляем. И пусть сами справляются со своими задачами. Американцы очень серьезно критиковали нас за обвод войск в Афганистан. Критиковали на Генеральной Ассамблее, на всех международных конференциях. А потом уже, когда мы с Горбачевым приняли решение, что надо договариваться с американцами по всем вопросам. И наладить отношения с американцами. И погонщить с холодной войной. Мы стали контактировать с американцами. Естественно, тогда самый острый вопрос был афганская проблема. Но они проявляли большой интерес. Встреча с участием американцев состояла в Женеве. Знаменитая Женевская встреча. И там мы приняли решение. Американцы обязались, чтобы они не будут поставлять оружие муджахадинам. То есть, людям, которые вели в борьбу против наджибулей и его режима. А мы взяли обязательство за короткое время вывести свои войска из Афганистана. И договорились. Американцы выполнили свое слово, свои обязательства. Мы тоже выполнили, но с опозданием. Андропов потом убедился, что он допустил выезжую ошибку. Убедился в этом. И уже начинал думать о выводе советских войск. Ну, знаете, как болел человек. Решение он не принимал. У него было такое. Я с ним встречался. Действительно, я знал его мнение, что он высказывал сожаление, что он участвовал в принятии этого решения. Один из тех членов полибюро, кто проголосовал за завод, Виландропов. Потом он сожалел, но потом он заболел, так сказать, и через несколько месяцев скончался. Так что Виландропов не успел реализовать свое предложение по этому поводу. А так он был убежден, что допущена грубейшая ошибка. Такая была ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова